Привет. Помните, мы недавно верстали шапку, и где я показывал, что такое гэп, какие они классные, и что они еще во флексбоксах работают, кстати, в файерфоксе. И мне говорили, что шапка какая-то абстрактненькая. Ну, шапка. Плюс она еще и не адаптивная, она фиксированная. То есть я сверстал, и она вот такая вот, она десктопная есть. Это не очень близко к реальности. Мало кто сейчас делает неадаптивные сайты, так или иначе, на самом деле. Делают отдельно мобильные, иногда десктопные, но это другая история. Вот. И мне сказали, что типа, адаптив где? Че такое вообще? Я подумал, что, опять же, стоит продолжить совмещать приятное с полезным. Помните, недавно сетка была? Вот эта сетка была как раз под дизайн веб-стандартов. С нее я ее рисовал, с нее я ее верстал, и, в общем, она пригодится. И я решил, что продолжить. Сейчас мы будем делать шапку веб-стандартов. Мы сделаем ее мобильную, адаптивную, до десктопа. То есть начнем Mobile First и закончим десктопом. Она довольно простая, но там есть некоторые идеи, которые я хотел попробовать. Вообще в адаптивной верстке нет ничего загадочного. Вот тут недавно Responsive Web Design статье исполнилось 10 лет. И вроде бы этот подход используется очень давно, и всеми, и вроде бы на все вопросы ответы получены. Но не совсем. Я чувствую, что каждый раз, делая адаптивный дизайн, то есть вот написал стили, потом написал медиаображение, которое этот стиль переопределяет, потом написал еще одно, которое их переопределяет, потом еще одно переопределяет. Это все довольно-таки мусорно. И что можно сделать с тем, чтобы это было удобнее разрабатывать, поддерживать и вообще развивать? Подумал я, и для очень простой шапочки потратил довольно-таки много времени, почти день-полтора, и, кажется, нащупал какой-то способ, не то чтобы это ответ на все ваши вопросы, но я хочу им поделиться. Я еще сам его не финализировал для себя, и это не какое-то там супероткрытие. Но вот сам workflow, может быть, так буду разрабатывать дальше я, адаптивные сайты. Может быть, идея понравится вам. Давайте попробуем. Для начала посмотрим на дизайн. Вот у нас в Figma есть такая страница, на которой есть все вариации шапки. По умолчанию, когда сайт загружается в мобильной версии, шапка выглядит вот так. То есть это логотип, название сообщества и кнопка открытия. При наведении кнопка приобретает вот такой вот цвет. Дальше. Когда на кнопку нажали, появляется вот такое вот меню. Кнопка становится крестиком, выпадает меню, куда можно кликнуть и так далее. Вот это активная ссылка, это ссылка тоже активная, а это вот неактивные ссылки, те разделы на сайте, которые в скорости появятся. Последняя ссылка имеет иконку. Это ссылка на внешний сайт, это ссылка на Patreon, где можно поддержать сообщество в стандарте. Чуть ниже показано, как ведет себя крестик при наведении аналогично, чуть ниже и ссылка ведет себя похожим образом. То есть наведение везде оформлено одним и тем же цветом. Это мобильная версия. После того, как viewport расширился достаточно, чтобы туда поместилось меню, что происходит? Во-первых, появляется подпись сообщества разработчиков. На этом размере его сложновато будет вместить адекватно, поэтому оно скрывается, все нормально. Оно, в общем, мы придумываем, как его скрывать, но, в общем, дизайн упрощается, а то, что это сообщество разработчиков, можно узнать где-нибудь еще. Здесь места хватает, оно появляется. Здесь примерно та же самая история. Тоже текущая страница, тоже наведение и так далее. В общем, механизм открытия кнопки исчезает. Остается просто открытое, готовое меню. Вы заметили, что там осталось два фрейма, артборда, как вы это называете, в котором немножко по-другому шапка выглядит. Это вариант для главной страницы, где логотип крупный, где можно всякие информеры дополнительно выводить. Мы сегодня верстать не будем. Это отдельная тема, там нужно будет какие-то модификаторы для главной страницы подхачить. В общем, неважно. Главное, что мы сделаем мобильную шапку, десктопную шапку. Она довольно простая, но, может быть, в процессе мы сможем сделать что-нибудь полезное. Там, кстати, еще будет небольшой фрагмент JavaScript, который будет делать доступное меню. То есть вы нажимаете на кнопку, меню открывается, нажимаете на кнопку, меню закрывается. Это можно будет сделать с клавиатуры, и скринридеры поймут при нажатии на эту кнопку, что открылось меню, и с ним можно взаимодействовать. В общем, и доступности немножко мы сегодня потрогаем. Давайте посмотрим, как устроен наш проект. В корне у нас есть индекс.html, куда уже подключен файл индекс.css. Он лежит здесь и импортирует все заготовленные заранее стили, которые мало относятся к нашей сегодняшней шапке. Среди этих стилей есть набор переменных, кастомных свойств, в которые входят цвета нашего проекта. Именно такая же система используется в дизайне, поэтому мы ее и будем использовать. Также у нас есть шрифты. Они довольно-таки сложно подключены, но сложно в том смысле, что многословно. Здесь есть свойства динекод range, и мы разбили все шрифты на латинскую версию, латинскую расширенную, кириллическую и так далее. То есть это не один файл шрифта на все, а они разбиты и подгружаются только тогда, когда на самом деле используются на странице подходящие символы. Дальше у нас есть блочная модель, где все элементы и псевдоэлементы меняют блочную модель на borderbox, с ней проще. И еще один заготовленный заранее, grid.css, если вы смотрели видео про модульную сетку, вы с ним уже встречались. Отличный элемент, который будет делать нам сетку. Точнее, мы сегодня его особо использовать не будем, но приятно, он находится рядышком, работа не пропала. Это стили. Что с остальными ресурсами? Те самые шрифты по папкам разложены, а ростин сегодня использоваться не будет, только duvi и duvi-expanded. В картинках у нас есть иконка с крестиком, логотип побольше, меню, те самые полосочки, патреон, иконка патреона и спрайт, в который мы, собственно, и объединили меню и крестик. Давайте писать HTML. Откроем, заведем сервер. Live server. И, наконец-то, начнем писать хоть что-нибудь. Для начала зададим базовые классы, я так привык делать, page и page-body. Не такой уж радикальный бем, просто удобнее обращаться. Здесь у нас header, header, в нем у нас div-logo, навигация, меню. В logo у нас есть картинка, img-logo-image. И, собственно, images-logo-svg. Alt мы оставим пустым, потому что у нас здесь будет достаточно поясняющего текста. Класс перенесем первым, так удобнее. И здесь напишем все наши тексты. Обстандарты. И здесь напишем сообщество разработчиков. Ну и раздадим подходящие классы. Класс logo title и класс logo tagline. Ух, какой большой логотип. Надо ему размеры прописать еще. Напишем width 40, height 44. Ну вот, уже ближе к тому, что нужно. В меню мы сделаем кнопочку. Сначала button type button. Класс меню button. Ну и внутри заведем svg с нашей иконкой. Тут у нас будет два user. user use, в котором будет href images sprite.svg menu и cross. Это выглядит странно, но мы именно это и делаем. Мы берем один svg и вставляем туда два user. То есть мы два раза подключим спрайт. Только в одном из вызовов мы попросим меню, а в другом вызовом мы попросим крестик. То есть мы получим две иконки и будем показывать и скрывать одну или другую в зависимости от ситуации. То есть нам не нужно два раза делать обертку svg. Ну зачем? Мы сможем переключать именно те самые user. Мы ведь повесим на них класс и будем делать все, что нам нужно. Возможно, вы не встречали такое решение, но так можно тоже. Зададим подходящие классы. Класс меню icon. Ну и размеры зададим тоже. Это будет хорошо. 32. Height тоже 32. И отдельным иконкам тоже зададим классы. Мы будем ими управлять. Класс меню icon menu и класс menu icon cross. Мы вроде подключили наши иконки, но что-то их не видно. Дело в том, что иконки непростые. Смотрите, мы у них убрали stroke. То есть здесь есть ширина stroke, есть line cap и так далее, а самого stroke нет. Я планирую задавать их через стили, но можем для красоты добавить, чтобы вы заметили. Black. И вот такой. Смотрите, что интересно, внутри SVG, когда они вставляются, они как будто спозиционированы. И нам уже не нужно возиться, прячь или показывая сам SVG, позиционируя их друг поверх друга. Они уже позиционированы друг поверх друга, и это довольно-таки удобно. Но мы это убираем, мы будем через стили их задавать. Сохраняем и прячем. Дальше добавим наше меню. All class menu list. Дальше там ли меню item. Внутри а меню link. И здесь мы напишем все наши пункты меню. В статьи. Подкаст. Календарь. О проекте. Поддержать. Все они теперь ссылки. Но дело в том, что тут-то они не ссылки. Тут они просто такие, placeholders. Этих разделов на сайте пока нет, но их уже можно показать, пообещать. Что такое ссылка, которой нет? Ну, спан, наверное, или еще что-нибудь такое. Здесь мы решим ситуацию немножко по-другому. Смотрите, у нас есть ссылка, а, anchor, такой тег, и у него есть хрев, и именно этот хрев делает его ссылкой. Если со ссылки хрев убрать, ссылка перестанет быть ссылкой, она станет, по сути, таким фразовым элементом, и там внутри будет просто текст, не кликабельный, не интерактивный, ничего. И когда хрев появится, он добавится и поменяет, и сделает это ссылкой. Этим можно пользоваться. То есть есть в стилях удобные псевдоклассы, которые определяют, ссылка это или нет. И можно опираться на атрибут хрев, разные стили применять. Короче, мы сейчас используем одни и те же теги для всех пунктов меню, но некоторые из них будут ссылками, а некоторые нет. Вернемся и удалим хревы там, где они не нужны. Раздела подкаст пока нет, раздела календарь пока нет, раздела о проекте тоже пока нет. Сохраняем. И да, это не ссылки, это просто, это ничего. Они как были черными, так и остались черными. Эти две ссылки. Давайте уже начнем писать какие-нибудь стили. Сколько можно? Идем в индекс.css и напишем здесь стили для блока page. Такой файл и создадим. Пойдем в блок, новый файл, page.css и что-нибудь здесь напишем. Page. Здесь мы зададим самое важное. line height 1,5, font family, duvi, sans serif. Дальше нужно сбросить margin по умолчанию на body. Мы напишем page body margin 0. Чуть-чуть подвинулось, шрифт стал как надо, уже лучше. Следующим шагом займемся логотипом. У нас есть такой блок, и нам нужно, чтобы в нем собиралось логотип, текст и подтекст вместе. Давайте посмотрим, как это на макете. То есть, несмотря на то, что здесь текста нет, мы тоже его оформим сразу в единый блок с самого начала. То есть, они стоят вот такой штукой, такой сеточкой. На полную высоту, на половину ряда, еще на половину ряда. Кажется, здесь можно даже и гриды использовать. Давайте посмотрим. Заведем наш файл. И здесь напишем logo.css. Logo.css. Давайте просто бахнем в display grid и посмотрим, что получится. Display grid. Строго говоря, ничего, просто маржины перестали складываться. Есть такая особенность у гридов. Давайте сделаем вот что. Придумаем там какую-нибудь сеточку. grid-template-columns. Min-content 1fr. Чего я здесь хочу добиться? Чтобы логотип стал первой ячейкой, а вот эти вот двое ребят стали вторыми ячейками. То есть, справа от него встали. Для начала я завожу шаблон. По этому шаблону, ну, не очень получается, потому что раз ячейка, два ячейка переносится. Давайте откроем DevTools и посмотрим, как бы нам это все сделать понятнее и видимее. Во вкладке layout мы можем включить div logo. И вот. Видите, получилась такая сеточка по min-контенту, то есть, сообщество разработчиков перенеслось. Давайте мы сделаем так, чтобы вот эта штука занимала оба ряда. Image элемент. И напишем logo image grid row span 2. Во, смотрите, уже лучше. Сюда встал и сюда встала. Наш логотип занимает целых две ячейки, потому что мы сказали, займи две ячейки. Буквально. Дальше уберем всякое лишнее. То есть, отступы. У title есть margin. Они нам не нужны. У tagline тоже не нужны. Уже лучше. И нужно еще сделать отступ между ними. Давайте его померяем и посмотрим. Так, так. 8 пикселей. Давайте сделаем его самым простым способом, который у нас есть. Да? Гэпом. Колумн гэп. 8 пикселей. Отлично. Получился как раз нужный отступ. Зададим подходящие стили нашему тексту. Фонт вейт. Болт. Заголовку. Фонт сайз 20 пикселей. Он у нас такой. И еще у подзаголовка. Давайте рассмотрим, что у него там есть. У него там размер шифта 12. И еще он немножечко расширен, потому что он прописными набран. А этот? А этот, кстати, сужен. Давайте это все тоже внимательно перенесем. У теглайна фонт сайз 12 пикселей. И текст трансформм апперкейс. Да. И еще letter spacing минус сколько? Давайте посмотрим. 5% это так себе объяснение, но фигм, к счастью, есть подсказочки. Нажимаем на код и смотрим. Letter spacing 0, 0, 5 емов. Так напишем. Минус 0, 0, 5 емов. Ой, почему минус? Плюс 5%. Так что убираем минус. Вот. Теперь разрядочка. Получилось текст читать проще. Хотя что это мы смотрим на десктоп? Давайте включим мобилку. В Firefox есть отдельные горячие клавиши для адаптивного режима. Мы ее включим. И вот теперь у нас типа mobile first вполне себе нормальный. Аналогично делаем title. Letter spacing. Только тут реально уменьшить нужно. Поджать. Там был 3%. Минус 3%. Поджали. Все. Теперь по дизайну. Ну, точнее, не совсем. Тут line height 100% задан везде. А у нас по умолчанию у page 1,5%. Поэтому давайте мы еще у всего логотипа line height 1 сделаем. Вот. Теперь он совсем поджался и уже похож на то, что нам нужно. Как-то тесновато логотипы в нашей шапке. Давайте мы пока логотип оставим в покое и попробуем добавить немножко воздуха. Заведем блок для шапки. Давно пора. Индекс CSS. Вот где-то на этом месте. Header CSS нам и пригодится. Header CSS. Отлично. Header. Header. Ну, для начала паддинг 16 пикселей. По-моему, у нас такой. Давайте проверим. Да, 16 пикселей со всех сторон. И с этой тоже. От кнопочки повыше, но общий паддинг именно 16. И здесь уже можно подумать про адаптивность. Смотрите. У нас на мобильной версии есть подпись. На дизайне, на мобильной версии, на самом маленьком экране подписи нет. Можно начать уже ее прятать. Давайте сходим в наш лого CSS и подумаем, как мы ее будем прятать. По-хорошему, где-то рядом с лого теглайн нужно написать addMedia и здесь что-то типа, какое-то условие. И здесь наш лого теглайн display none. Ну, какое условие? Допустим, мы ориентируемся на ширину 320 и хотим сказать, что если min with 320, то этой штуки нет. Но что-то мне всегда в этом min with не нравилось, и есть, короче, проблема. Не знаю, как у вы, но я всегда не врубался вот в этот min with, max with и так далее. То есть вот эти вот в медиавыражениях или в медиазапросах, как вы называете медиавыражения, по-моему, понятнее и ближе к теме. Не важно. Там всегда вот этот вот момент был минимальная ширина, при котором эти стили сработают. Максимальная ширина. В общем, не очень интуитивно. И, к счастью, есть спасение. В медиавыражениях наконец-то, достаточно давно уже, на самом деле, появилась возможность писать меньше и больше. Вот прямо угловые скобочки, и вы можете написать, если ширина меньше, если ширина больше, нормальное условие, нормальное выражение, а не запрос, нормальное выражение там написать. И получается, что мы можем гораздо понятнее писать вот эти вот все конструкции. Там есть нюанс с кроссбраузерностью, но к этому мы придем. Давайте тогда переделаем. Если ширина меньше 320 пикселей, то не показываем. Но почему показалось? А потому что у нас сейчас ширина 320. Нужно писать меньше или равно. Во, исчезло. Классное выражение, гораздо понятнее, чем min-width и max-width. Окей, логотип спрятали. А когда мы хотим его показывать, ну, если мы сделаем что-то вот такое, увеличим буквально на один пиксель, эта штука вернется. Но оно не просто показывается и исчезает, оно еще и выравнивается иначе. Смотрите, посерединке. Давайте что-нибудь придумаем. Нам нужно выровнять логотип по центру. Давайте сначала пощупаем, как у нас все это выглядит. Так, логотип. Включаем сеточку. Ну, вот что-то типа того. А, у нас беда. У нас есть ведь еще логотип, который занимает две ячейки. Теперь нам нужно отключать его. Давайте так и сделаем. То есть у нас написано, что он по умолчанию занимает две ячейки. Нам нужно написать, что если размер его больше, размер его меньше, то тогда, то есть переназначить это свойство, по сути. И вот в этом месте мне тоже не очень нравится. Чего я такой недовольный? Одно не нравится, другое не нравится. Смотрите, писать CSS, когда мы постоянно что-то переписываем, и вот наши стили типа наследуются на все разрешения выше, а потом мы ставим отсечку и наследуем другие стили, наследуем другие стили. Это, в принципе, нормально. Но знаете, что мне не нравится? Мне не нравится, что мы пишем CSS, который утекает наверх. Хотя мы точно знаем, что нам нужен только внутри. Поэтому тот подход, к которому я пришел, создавая эту демку, верстая эту шапку, следующий. Я изолирую стили только там, где они нужны. То есть я с самого начала пишу. Если ширина меньше какого-то порогового, меньше 320, я пишу мобильные стили. В отдельном блоке медиа я пишу. Если ширина больше 320, ну или где-нибудь там, мы еще поправим все эти наши брейкпоинты, они немножко другие на самом деле. Там будут стили для десктопной версии. И что получается? У меня есть базовые стили, ну то есть которые одинаковые для всех размеров. То есть размер шрифта, поведение ссылок, высота строки, иконки и прочее, прочее, прочее. Оно не меняется. Но те стили, которые специфичны конкретному разрешению, ширине экрана, они изолированы в конкретном условии. И понятно, что они срабатывают, и они нужны только там. То есть мы во всех файлах сейчас описали универсальные стили, которые нужны всегда. А сейчас начнем прятать для конкретных разрешений специфические стили. То есть на мобильном два ряда занимает логотип, и там не нужно отменять его на десктопе. Понимаете? Вот такие вещи мы сейчас будем потихонечку внедрять в наш код. То есть addMedia with больше 320 пикселей. Только тогда нам нужно, чтобы логотип занимал два ряда. Потому что, когда ширина меньше или равно 320 пикселей, не показывается эта штука. Давайте сохраним и посмотрим. Да, все так и есть. У нас логотип — это теперь одна ячейка и другая ячейка между ними отцеп. Соответственно, мы сможем теперь выровнять эту штуку. Давайте мы напишем специфический стиль для нашего тайтла. Скопируем эту конструкцию и напишем для тайтла специфическую штуку для узких экранов. Logo title. И здесь align self center. Отцентрировали. Увеличиваем viewport. Раз, два. Отлично. Там есть еще некоторые нюансы, что логотип упирается вверх, а лучше бы он вниз упирался. Поэтому давайте добавим еще одно условие. Когда у нас десктопная версия и ширина больше 320, у нас align self end. Ну а теперь эта штука прилепилась. Ладно, давайте файнтюнить. теглайн более 320, он будет align self center. Во, уже лучше. Гораздо более похоже на то, что у нас на макете. Ну и чтобы совсем не полагаться на HTML атрибуты, давайте мы универсальный стиль, еще один напишем. Logo image with 40 пикселей, height 44 пикселей. На случай, если мы хотим его переназначить, будет понятно, с чего мы переназначаем и так далее. Это еще пригодится дальше. Дальше мы возьмемся за меню. Нам нужно покрасить наши кнопки, чтобы их стало видно, написать логику, при которых это меню открывается и закрывается, ну точнее хотя бы в стилях, а потом уже скрипты написать. И, собственно, оформить, как это все выглядит. Что касается логики открытия-скрытия, мы сейчас добавим несколько атрибутов, ария атрибутов в разметку, которые связывают кнопку и меню и позволяют скринридеру понять, что эта кнопка открывает это меню и меняет состояние и меню, и себя, как кнопки, при нажатии. Этим мы будем управлять из JavaScript, скрипта, но базовые атрибуты добавим. В общем, сначала в разметку, потом в стиле. Идем в HTML и давайте добавим несколько новых атрибутов. Для начала кнопке нужно сказать aria-expanded false. Это состояние по умолчанию. Это значит, что эта кнопка умеет открываться и закрываться. Так у нас и есть. Она открывает или закрывает меню. Дальше. aria-controls. И здесь мы напишем ID-шник нашего меню, которое она открывает. То есть здесь мы напишем menu-list. Такой же, как класс. И здесь напишем ID-шник, чтобы адресация случилась. Вот, теперь наша кнопка управляет этим меню. Дальше нам нужно спрятать иконочки, чтобы скриндридер не подумал, что это полезные картинки какие-то. aria-hidden true. Давайте уже покрасим наши иконки и заведем, собственно, файл стиля для меню, потому что пока его, кажется, нет. Действительно. Так. Внутри хедера у нас есть лого и есть меню. Поэтому здесь пишем menu-css. Отлично. В блоках заводим файл menu-css. И здесь пишем наше меню. Помните, что мы решили писать сначала глобально в рамках этого компонента те стили, которые нам пригодятся во всех версиях мобильной, планшетной, десктопной, во всех остальных, и уже замыкать специфические стили для конкретных групп разрешений. Давайте так и сделаем. То есть мы оценим макет, какие стили общие, а какие специфические. Вот сходу можно сказать, что кнопка есть только на мобильном разрешении. Поэтому любые стили кнопки писать глобально смысла нет. Его нужно замкнуть. Но сначала посмотрим на универсальный стиль. Смотрите. Вот это вот серенькое, это универсальное. Текст, размер шрифта, иконочка сбоку. Просто расположение другое. Видите? Вертикально, горизонтально. То есть мы можем сейчас оформить текстовые стили нашего списка. Ну и кнопку потом уже дополнительно покрасить. Займемся списком. List. Меню лист. И здесь Margin 0, Padding 0, и List Style None. Ну и шрифт. Font Size 12 пикселей. Крошечный. Но мы сделаем его потом uppercase в нужном месте. Например, на уровне айтемов. Item. Меню. Item. И здесь у нас Text Transform Uppercase. И из-за того, что это uppercase, у нас еще нужен Letter Spacing. И он у нас здесь кажется 0,02ема. Давайте проверим. 2%, то есть 0,02ема. Запомнил. Дальше опишем ссылки. Как там у нас у ссылок? Меню Link. Хорошо. Link. Меню Link. Цвет у нас Color. Давайте посмотрим, какой цвет. Ссылка по умолчанию у нас синенькая. Special Dark. Ну, так и напишем Var Special Dark. Ссылки стали нормальными. Но и неактивные ссылки стали такими же. Поэтому нам нужно ввести какой-нибудь модификатор. То есть можно было бы здесь покрутить атрибут с атрибутом или без, но мне не хочется мучиться со специфичностью, поэтому давайте введем модификатор. То есть у нас будет меню Link. Link inactive. Подкаст, календарь и проекте будут неактивными. И мы напишем здесь модификатор. Меню Link inactive. И какой здесь цвет? Basic Semilite. Хорошо. Color Basic Semilite. Стал серенький. Также у нас есть текущая страница. Давайте ее сразу тоже обозначим. Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что это была бы ссылка. Ну, в общем, это отдельная тема. Так что давайте оставим ее ссылкой и тоже добавим модификатор. Здесь у нас Duv Expanded Shift. Ничего супер дополнительного нет. Поэтому давайте так и напишем. Меню Link это будет меню Link Current. Скопируем и напишем дополнительные стили. То есть меню Link Current у нас будет font-weight bold и font-family Duvie X Punded Sans Serif. Нормально. Осталось только цвет поменять. Color Basic Black и еще Text Decoration надо убрать. Text Decoration None. Все. Уже похоже. Что еще? Между этими пунктами меню 8 пикселей. Давайте мы отступы сделаем моим любимым способом. Используем гриды. И вот здесь опять у нас гриды и отступы между этими пунктами это уже мобильная версия. Это не что-то универсальное. То есть на десктопе тоже есть эти пункты меню и там тоже скорее всего будут гриды и между ними отступы. Но вот они такие. Мне не кажется, что вот это заведение самих гридов это что-то очень специфичное. Потому что мы захотим, мы должны иметь возможность поменять способ верстки где-нибудь в других местах. Поэтому я сейчас вообще все, что касается описания этого меню, кроме текстовых свойств замкну в мобильной версии. Это media width меньше или равно 320 пикселям. Это у нас будет мобильная версия. И здесь мы напишем меню list display grid row gap 8 Отлично. Отступы появились. И давайте сразу подумаем про модификатор открытого закрытого меню. По умолчанию меню будет закрытым. Поэтому мы вот что сделаем. Продублируем меню list open и вот это будет display grid а по умолчанию будет display none. Сохраняем. Давайте перенесем наш модификатор чтобы меню было открыто и его удобнее было верстать. Меню list open. Все. Теперь у нас меню открыто. Список ссылок к меню почти готов. Осталось еще одно специальный пункт меню добавить. Тот который с патреоном. У него слева иконочка. Эта иконочка у нас уже есть. Мы ее вставим. В принципе вставлять ее через спрайт или вставлять ее каким-нибудь образом инлайн смысла нет. Она по дизайну цвет не меняет. Поэтому мы просто вставим ее фоновой картинкой. Она закэшируется, подгрузится, приезжает, когда ей нужно. В общем, это такой выбор ситуативный. Потому что реально цвет ее при наведении менять не нужно. Поэтому раздувать разметку тоже не хочется. Так что вставим ее псевдоэлемент. Сделаем модификатор. Меню link patreon и здесь опишем дополнительные стили. Меню link current inactive и отдельно опишем patreon. Сделаем padding left 18 пикселей и дальше добавим севдоэлемент patreon before и контентом сюда нашу иконку. Content url и здесь сходим наверх images patreon svg Во! Какая большая штуковина. Давайте сдадим ей размеры подходящие. 16 на 16 уже лучше. Подождите. А, ну да, это же inline элемент. Надо его как-нибудь... А давайте его сразу позиционируем. Position absolute. Вот, теперь ему можно задавать размеры. Ну, теперь он склеился с нашей ссылкой. Так что нужно что-нибудь сделать. Например, margin left минус 18 пикселей и margin top 2 пикселя. Во! Встал как нужно. А чего это я пишу этот патреон в универсальных стилях, не залочив его где-нибудь? Потому что эта иконка у этого пункта меню и на десктопе, и на мобильных. Только на мобильных она как-то вот не встает. Пункт меню должен смещаться в сторону. Давайте и напишем, что на мобильных он смещается в сторону. Добавим здесь media with меньше равно 320 пикселей и здесь menu link патреон margin left 18 пикселей. Во! Выровняли как нужно. Только на мобильных. То есть мы шагаем вверх на один пиксель и получаем обычный пункт, который мы еще оформим. Шагаем вниз и получаем то, что нужно. Перейдем к кнопке. У нас должна быть штука под названием menu button. У нас ее пока нет. Давайте ее сделаем. Button menu button и что-нибудь сюда напишем. Учитывая, что у нас кнопка есть только на мобильной версии, давайте описывать ее только на мобильной версии. То есть media width меньше равно 320 пикселей раз и прячем внутрь. И здесь уже начинаем заниматься нашими стилями. Для начала display блок кнопка будет проще оформлять. Margin 0 чтобы сафари не прыгала. Padding 0 не нужен нам padding. Border none background color transparent все кнопка исчезла. Теперь давайте прикручивать к ней иконки. У нас для этого отдельный элемент icon и здесь у нас тоже в изоляции меню icon. для начала раскрасим stroke var basic black во обе покрасились. Теперь нам нужно сделать так чтобы одна иконка пряталась другая показывалась в зависимости от чего. Можно добавить класс, можно использовать атрибуты. там есть состояние атрибута aria.expanded false aria.expanded true и оно будет переключаться скриптом и в принципе опираться можно на него. Но когда ты опираешься на атрибут ты увеличиваешь специфичность селектора и это для бема не очень. Поэтому я все-таки сделаю класс меню button open например и будем опираться на него и в зависимости от него будем менять нашу иконку. меню icon меню display block ничего не изменилось меню icon cross display none во теперь у нас есть состояние по умолчанию дальше опишем кое-что компактно смотрите button open если снаружи то меню icon cross покажется то же самое сделаем здесь только наоборот меню button open и здесь меню display none и смотрите если мы возьмем этот атрибут этот класс и назначим в HTML мы сможем понять как оно здесь работает меню button через пробел добавили меню button open что-то не так давайте посмотрим опечатка добавили атрибут убрали атрибут все теперь мы можем одним классом управлять состоянием нашей кнопки и иконок которые там есть дополнительно к атрибутам area expanded и так далее окей мы описали кнопку мы описали само меню теперь нам нужно собственно сделать раскладку в которой они лежат то есть крестик меню и подумать как мы будем его позиционировать потому что оно ведь появляется не в потоке а поверх контента в общем сейчас давайте сделаем наше выпадающее меню чтобы оно было похоже на то что есть на макете то есть пощупаем макет и сверстаем как там есть идем на макет и смотрим у нас от ссылки до кнопки 12 пикселей соответственно лежат они как-то вот так и поверх всего этого давайте мы примерно похожим образом и сделаем идем в меню и пишем естественно для мобильной версии то есть оборачиваем пишем display grid да с этого начинается много интересного дальше для меню button пишем justify self and встает в конец и чтобы сделать наш отступ мы можем задать паддинги например нашему меню листу идем в меню лист который здесь и пишем padding top 12 пикселей чтобы он вставал и снизу 20 22 лучше 24 что-то здесь не то давайте сделаем 24 я потом на макете поправлю хорошо быть дизайнером да и снизу делаем padding bottom 24 пикселя во уже немножко похоже какой же padding left если у нас если опираться вот на это то padding length 46 но поскольку мы вытягиваем наше меню налево то есть вот от этого пункта меню 64 padding left 64 пикселя во уже что-то похоже хотя поехало разберемся ах ну да у нас же наше меню находится внутри хедера у которого padding 16 пикселей а нам бы хорошо это меню как-нибудь спозиционировать сверху чтобы оно не мешало потоку и вообще всячески вело себя здесь мы переходим на территорию разделения ответственности помните когда мы верстали вот эту фейковую шапочку без адаптивности мы немножко говорили про миксы внутри бема когда вы пишете одни стили для одних задач другие стили для других задач и вот здесь мне бы хотелось сделать что мне бы хотелось чтобы в рамках блока меню существовали стили для меню а в рамках блока header существовали стили которые определяют позиционирование этого меню поэтому мы сюда примиксуем header меню и опишем там позиционирование нашего меню а все что связано с самим меню продолжим описывать в блоке Header-меню, скопируем его и пойдем его добавлять в стиле. Меню, Header-меню. И поскольку у нас это меню исключительно мобильное, да, то же самое. Width меньше равно 320 пикселей. Заносим его внутрь. И здесь Position Absolute, Top 0, Right 0 и Left тоже 0. Во, спозиционировали. Но немножко все по-другому, но мы сейчас все поправим. Идем в меню и прописываем для мобильной версии Pasing Top 24 пикселя. Все сместилось. И Padding Right 16 пикселей. Теперь все красиво. Давайте раскрасим наше меню, чтобы понять, где оно у нас. RGB 255 0001. Это новый синтаксис, не пугайтесь. Вот, теперь наше меню все закрывает. Смотрите. На пункт я могу навести, выделить текст могу. На кнопку понажимать. Мы сейчас ховер сделаем. А текст логотипа не выделяется. Надо что-то сделать. Не все знают, но grid это такая смесь потока и позиционирования. Он одновременно как будто Position Absolute и одновременно как будто блоки стоят друг за другом. Это его удивительная особенность. И она позволяет пользоваться некоторыми штуками из абсолютного позиционирования. И некоторыми штуками из флекса типа ордера. В общем, фантастика. И мы сейчас одну из этих особенностей попробуем. Сходим в header и пропишем кое-что. Для начала заведем внутри хедера display grid. Как мы любим делать. В принципе, ничего не поменялось. Но, смотрите. div.logo и header это две части гряда. Просто они друг другу не мешают. Меню находится сверху, лого находится под ним, по сути. Потому что эта штука абсолютно спозиционирована. И чтобы мы смогли добраться до логотипа, ну не знаю, сохранить картинку, или там выделить текст, или еще что-нибудь подобное, мы сейчас поднимем логотип выше, чем эту штуку. Как мы его поднимем? Очень просто. Возьмем эту штуку. Logo. Дальше. header.logo. У нас пока такого нет, но мы добавим. Давайте. Сходим и добавим лого, header.logo.logo. Так. И header.logo будет z.index1. Смотрите. У нас теперь текст можно выделять. Классно, да? То есть у нас и кнопки есть, и ссылки есть, и внутри нашего гряда, поверх нашего гряда, еще выделяется логотип. То есть можно было сделать там pointer events, еще что-нибудь подобное, но я подумал, что гораздо проще вытащить эту штуку наверх с помощью z.index. У нас здесь немножко абсолютное позиционирование. Убираем временный цвет, и давайте займемся нашей кнопкой. Там кое-что нужно доделать. У нас меню icon. При наведении должен менять заливку, точнее stroke. Меню icon. Hover. И здесь напишем stroke var. И какой здесь цвет будет? Давайте пощупаем. Здесь будет special neutral. Вот так напишем. Special neutral. И проверим. Что-то не работает. А дело в том, что когда мы наш логотип поднимали выше, мы перекрыли эту кнопку. Поэтому давайте мы вернем. Борьба z.index. Почему бы нет? z.index. Тоже один. Во. Теперь при наведении она работает. Есть еще нюанс, который не нарисован на макете, но который там где-то был описан. Меню, когда открывается, под ним появляется тень. И эта тень, такая полупрозрачный цвет, ложится на контент и делает его, ну, по сути, неактивным. То есть это такое модальное, по сути, окно, но, ну, не совсем. То есть оно, когда открывается на мобильном, там не оставится места для взаимодействия с чем-либо другим. Его нужно закрыть, и тогда будете взаимодействовать. То есть такой полупрозрачный overlay. Сейчас мы его и прикрутим. Сходим в меню list. Тот самый, который у нас имеет размеры и тень. И давайте посмотрим, как он выглядит. Background color. RGB. 255.0.0.0.1. Вот примерно так оно выглядит. Только справа дырка. Нехорошо. Давайте тогда перенесем наши отступы из меню в саму наше выпадающее меню. Уберем отсюда и поставим непосредственно на кнопку. То есть margin top и margin right. Во. Теперь лучше. Теперь у нас меню имеет нормальную размеры. Давайте нашему меню зададим фоновый цвет, подходящий. То есть var basic white и кое-что. Смотрите. Box shadow 0 0 0 0 var special dark. Но не просто special dark. Давайте сходим в наши цвета и посмотрим. У нас есть special dark, а у нас есть special dark 10% прозрачность. То есть мы взяли этот цвет и задали ему прозрачность 0 1. Именно им мы будем заливать. Мы для него завели отдельную перемену. Поэтому мы напишем special dark 10a, что значит 10% альфа. Но что-то здесь ничего не видно. Сейчас мы будем добавлять смещение. Мы зададим смещение сверху в 50 vh, а spread зададим тоже в 50 vh. Во. Смотрите. У нас на половину высоты вьюпорта выпадает тень. И на половину высоты вьюпорта она еще и смещается сверху. В итоге она всегда гарантированно закрывает вьюпорт. Ну вот такой вот странный трюк получился. Работает и нормально. Из-за того, что она без размытия, по идее, она не должна тормозить. Но если будет тормозить, мы придумываем что-нибудь, какой-нибудь псевдоэлемент или что-нибудь такое. Но пока мне это решение нравится. Это все на сегодня. Это была первая часть. Мы доделаем остальное во второй. Получилось многовато. Поэтому, чтобы вы смогли все досмотреть и переварить, я решил разделить все на две части. Поэтому, пока все, через несколько дней выйдет вторая часть. Сможете все посмотреть. Так что приходите за продолжением. Мы доделаем наше адаптивное меню.